Всем привет и добро пожаловать на новый новостной видос! В этот раз разработчики решили прям сильно заранее до обновления показать очень много всего интересного. Сейчас я расскажу вам о будущих способностях нового агента, покажу как он выглядит, а также расскажу что стоит ждать от обновления 13 октября. Потому как некоторые вещи все-таки будут перенесены на следующий патч. Желаю приятного просмотра и давайте начинать! Итак, начнем с карты Icebox, тизер которой нам показали буквально вчера. Она будет доступна только в режиме без рейтинга, начиная с 14 октября. Поиграть в соревновательном режиме на этой карте вы сможете после патча, который выйдет уже 28 октября. Причиной именно такой системы, как вы понимаете, является необходимость сделать карту максимально балансной и успеть устранить все баги. Ведь совсем не хочется сливать рейтинг, только потому что кто-то будет использовать эксплойт игры. Кстати, по лору карта является заброшенной исследовательской станцией компании Kingdom где-то в Арктике. Из нового тут появится не вертикальный, а уже горизонтальный трос над плентом. Как это будет работать пока непонятно, но уже совсем скоро сможем узнать. Пока что появилась вот такая вот карта от сообщества, которая в теории может оказаться реальной, поскольку места на ней совпадают с таковыми на трейлере. Я прям очень сильно жду эту карту, думаю играть на ней будет очень интересно. Тем более старые карты уже немного поднадоели. Далее давайте поговорим об изменениях в рейтинговых играх. Они вступят в силу также начиная с 28 октября. Во-первых, будет обновлена эмблема ранга, но это не столь важно. Самое интересное начинается дальше. Предельная разница в рангах будет уменьшена с 6 до 3 для более справедливого подбора игроков. То есть звания больше не смогут отличаться более чем на 3 ступени. И это очень правильное изменение, на мой взгляд. У вас появится возможность выбрать сервер, на котором вы хотите играть больше всего, для того чтобы достичь минимального пинга. Конечно, это не всегда будет работать, поскольку все игроки находятся в разных точках мира. Но в целом такое нововведение очень годное. Ну и наконец, на всех ступенях ранга бессмертной и конечно же на радиантах, продвижение будет зависеть не от вашего вклада, а лишь от победы или поражения. И вот это очень крутая штука, поскольку более не будет тех, кто пикает дуэлянтов чисто ради киллов и постоянно байтит своих тиммейтов. Теперь это в любом случае такого игрока не спасет от ранга, даже если он обьет 40 киллов. Нужно будет только лишь побеждать. Переходим к одной из самых интересных новостей. Новый агент. Для начала я покажу вам вот такой вот тизер, на котором был изображен силуэт нового агента с некими созданиями. Это вьетнамский тизер, о правдивости которого изначально можно было сомневаться. Однако теперь совершенно ясно, что он оказался правдивым, потому что разработчики сами решили показать нам, как именно будет выглядеть новый агент, который, кстати, появится в игре 28 октября, то есть не вместе с третьим актом. В патче акта 3 будет очень много нового контента, поэтому разработчики просто-напросто опасаются за его нестабильность. Им хотелось бы как можно быстрее устранить проблемы и эксплойты, если они появятся. Пауза перед выходом агента даст им возможность убедиться, что остальные агенты функционируют на новой карте без ошибок. Думаю, вы и так понимаете, о чем они, то есть различные камеры Сайфера, какие-то непонятные телепорты Омена и так далее. Кодовое имя у нового агента все же оказалось не Стелс, а Скай, родом из Австралии и этот агент является Стражем. Способности у нее следующие. Первое это массовый хилл, то есть хилл всех, кто будет находиться в определенной территории, кроме собой себя. Следующая способность как раз относится вот к этому созданию и призывает этих лисов, радиантов или кто это, я не знаю, которые будут работать, судя по всему, примерно так же, как волки в режиме Спайк Раша. А для тех, кто не знает, они бегут именно туда, где находится соперник и накладывают такой же эффект, как от флешки Омена. Ну а третья способность связана с птицей из боевого пропуска и будет примерно работать так же, как и дрон агента Сова. С ультимейтом, правда, теперь некие непонятки, будет это то, о чем я говорил в предыдущем видео или нет, не совсем ясно. Невидимость для такого агента будет казаться какой-то неподходящей способностью, хотя и не факт, что все будет именно так. В любом случае, думаю, после релиза третьего акта появится чуть больше информации и по тринадцатому агенту, раз уж нам решили так быстро показать ее внешность. Переходим к следующей новости, это боевой пропуск третьего акта. Он будет доступен уже 14 октября. В новом боевом пропуске вы сможете быстрее выполнять задания и получать опыт для разблокировки контента, что очень круто, потому что не у всех игроков есть много времени на игру. А получить скины все-таки хочется. Кстати, сами скины выглядят очень круто, особенно новый стиль ножа, который вроде чем-то напоминает обычный, но скорее схож с Керамбитом. Самое главное у ножа это то, как он достается, будет очень интересно взглянуть на это. Естественно, с новым патчем выйдет и новый набор скинов. 14 октября появится набор Сингулярность, как по мне, выглядит просто офигенно. Если они еще и будут иметь какие-нибудь анимации, добивания и крутые звуки, будут вообще одними из лучших скинов в игре. По крайней мере, на мой вкус. Также 29 октября вы сможете получить новый брелок, который появится в честь открытия новых серверов, так что у Ближнего Востока и игроков из Северной Африки будет гораздо меньше пинг. Если кто-то смотрит меня из этих мест, я вас поздравляю, у вас наконец-то будет нормальный пинг. Собственно, это все основные новости, которые в данный момент у нас есть. Надеюсь, вам было интересно все это послушать. Если это так, обязательно оценивайте видос лайком и пишите комментарии по поводу того, как вам новый агент, новые скины, брелки и система званий. Мне будет очень интересно все это почитать. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Раундс. До новых встреч. Пока.